Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня поговорим с вами о симптомах недостатка железа у растениях на примере петунии и других растений. Железо является хоть и не макроэлементом, а микроэлементом, однако очень и очень важен для многих растений. Для яблони, груши, для других плодовых растений, для всех огородных растений, ну и конечно же для растений декоративных, таких требовательных к питанию, как петуния, а также таких овощных растений, как томат, перец, баклажан, особенно тех, которые выращиваются в защищенном грунте. Вот симптомы недостатка железа являются очень-очень характерными. В этом случае жилочка остается темно-зеленой, а межжилоковое пространство становится хлоротичным, желтым, светло-желтым. В случае острого, такого голодания железного, в этом случае вот это пространство между темно-зелеными жилками подсыхает и даже может просыпаться. Это очень плохо. Железо, конечно же, когда попадает в почву, становится труднодоступным для растений, оно связывается с фосфатами, с карбонатами, с другими соединениями и делается таким, ну и мобилизуется. Надо предпринимать меры для того, чтобы мобилизовать железо. Все меры, которые предпринимаются к мобилизации фосфора, это и бактериальные препараты, и органика, и подлив лимонной кислотой, и полифоксусной кислотой, все это также способствует и мобилизации железа. Железо является микроэлементом, который быстро окисляется, видоизменяется и так далее. Поэтому вносить его лучше, что под корень, что на листья, а растения хорошо поглощают железо листовой поверхностью. Лучше всего его вносить в хилатной форме. Для того, чтобы приготовить железо в хилатной форме, необходимо взять чайную ложечку лимонной кислоты и чайную ложечку железа. В трудных случаях можно взять и столовую ложечку железа. Столовая ложка лимонной кислоты будет великовата для таких растений чувствительных, как томат, например, для тонких листочков. Ну а для более устойчивых растений, таких как яблоня, груша и так далее, это даже и не страшно. Ну и, конечно же, к железу очень дефицит у железа чувствительный голубика и другие растения. Семейство вересков, эрдендроны и прочие такие растения. И обязательно их надо и под корень, и по листу подкармливать железом. Вот там столовая ложка лимонной кислоты подойдет как нельзя лучше. Итак, приготовив такой минимальный базовый раствор из чайной ложки железного купороса и чайной ложки лимонной кислоты, все это хорошо вымешивается и равномерненько тонким слоем разносится по поверхности листьев. В этом случае, если вы будете хотя бы 3-4 раза за сезон выращивания растений делать такую подкормку хилатным, домашним хилатным железом, в этом случае вы можете быть абсолютно уверены в здоровье ваших растений, в нормальном азотном обмене ваших растений и в хорошем здоровом урожае. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, вы не столкнетесь с этим симптомом. А если столкнетесь, просмотрите наши ролики о дефицитах разных элементов питания. И если вы сойдетесь на том, что это дефицит железа в этом случае, выполните наши рекомендации. Это будет хорошо. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. Всего хорошего!